Термометр показывает минус 15, но даже в такую погоду в Клязьме продолжают купаться. И все потому, что в Щелкове уже более 10 лет действует клуб моржей любителей заходить в ледяную воду и окунаться в проруби. Для этого в Щелковском парке культуры и отдыха возле спасательной станции сделаны деревянные ступеньки для спуска к реке. Рядом небольшой вагончик, на котором написано «Щелковский клуб любителей зимнего плавания». Первое, что всегда спрашивают моржей, для чего им это, согласитесь, весьма экстремальное занятие. Оно мне дает заряд бодрости, крепкое здоровье, позитив, внутреннюю красоту и внешнюю. Анжела Батурова – морж с пятилетним стажем. Зимние купания стали для нее, как она говорит, увлечением, которое укрепляет здоровье и придает много сил. Я каталась на лыжах с дедушкой, с молодым человеком, и они купались в проруби всегда. И они купались, а я подъезжала и на палках стояла. И они мне говорят, давай с нами, давай с нами, всегда говорили, когда в проруби. А я стою на палках и всегда говорю, временно не готова. Впереди крещенские купания. Но этим людям окунаться в студеную воду – дело привычное. У нас на глазах они очень весело и даже с особенным воодушевлением заходили в холодную клязьму. Купальщики утверждают, для них в проруби вода теплая. Этому, конечно, можно поверить, если учитывать, что имеешь дело с энтузиастами, которые этим занимаются всю зиму, практически каждый день. Сюда же, к спасательной станции, в парк пришла сегодня сотрудница медицинской службы. Она рассказала нам о пользе зимнего купания и одновременно предостерегла тех, у кого могут быть противопоказания. Она отметила, что прежде чем начать зимнее купание, надо обязательно посоветоваться с врачом. Если же разрешение получено, то к моржеванию необходимо готовиться заранее. Нужно сперва заниматься холодными обливаниями. Потом нужно там понижать температуру постепенно. Потом можно уже выходить на улицу и ходить просто босиком по снегу. И потом уже постепенно приходить и окунаться. Щелковские моржи имеют возможность ходить купаться по собственному личному графику. У каждого из них есть ключи от вагончика. Согласно списка, который здесь, здесь список, кстати, есть, можете посмотреть. По-моему, где-то человек 25, где-то по 30-25-30 человек. Ну, кого так вот, кто постоянно пользуется, ну, человек 15 точно. Число любителей зимнего плавания растет. Тем щелковцам, которые захотят присоединиться к действующему клубу моржей, достаточно оставить здесь в вагончике свой телефон. Им позвонят. Андрей Циходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.